привет это футураша проект про будущее которое уже наступило сегодня говорим про финтех в россии в скором будущем может появиться подписка на еду сегодня это может показаться странным но ведь мы уже оформляем подписку на сериалы музыку или услуги дело в том что цифровизация достаточно сильно меняет наше мышление и в обиход входят новые привычки которые еще вчера казались странными популярность формата подписки напрямую зависит от популярности электронных денег согласно исследованию экономика рунета 2021 2020 года онлайн подписки на музыку выросли на 100 процентов на онлайн видео на 59 процентов на онлайн игры на 30 процентов а на электронные книги на 25 подписаться можно даже на услуги банка каршеринг или занятия по йоге пользователям выгодно оплачивать многие сервисы сразу на год вперед потому что так стоимость заметно снижается плюс к этому добавятся персональные бонусы кэшбэк и другие предложения и так все же как мы можем оформить подписку на еду этот пример является смежным и затрагивает две отрасли финтех без технологии в сфере финансов и футтех технологии в сфере питания на самом деле финтех в россии просто очень активно развит и является драйвером развития многих отраслей человеческой жизни например отрасли связаны с питанием специалисты считают что в ближайшее время у человека появится возможность заказывать питание еду в определенном составе согласно определенному графику например раз в неделю или раз несколько дней или раз в месяц это и есть подписка на еду достаточно нажать кнопку на смартфоне чтобы оплатить какую-нибудь услугу или товар сегодня даже не нужно возить с введением реквизитов карты достаточно приложить отпечаток пальцев и отсканировать лицо до технологии тача идеи по исходе не были разработаны в россии зато наш страна обладает невероятно удобной инфраструктурой их использование такой инфраструктуры какой нет ни в одной из стран мира в общественном транспорте италии и франции только с 2022 года будут вводить систему электронной оплаты проезда в это время в московском метрополитене ввели систему фейс пей система оплаты проезда с помощью сканирования лица в некоторых европейских заведениях нет возможности оплатить заказ карты если он ниже определенной стоимости например ниже 10 евро в это время в россии можно пробить отдельным чеком даже пакет в магазине у дома стоимостью 5 рублей скинуться коллеги на подарок или поделить счет в кафе или одолжить денег другу все это мы привыкли делать с помощью банковских переводов в этом нам помогает система быстрых платежей которая была запущена банком россии и национальной системой платежных карт в 2019 году sbp позволяет мгновенно переводить деньги со счета в одном банке на счет в другом по простому идентификатору мобильному номеру который привязан к банковскому счету этой системой активно пользуются и покупатели и бизнес сегменте c2c для перевода средств от одного человека другому сегменте me to me для перевода денег между собственными счетами сегменте c2b для оплаты товаров и услуг с помощью qr-кодов сегменте b2c для возврата средств за покупки переводы заработных плат страховых выплат и микрозаймов еще в 2017-2018 годах перевод денег со счета в одном банке на счету в другом был настоящей проблемой помните как мы судорожно высчитывали комиссии и ждали денег по несколько дней теперь это в прошлом по правилам системы быстрых платежей физически лица могут переводить друг другу до 100 тысяч рублей в месяц без комиссии сейчас бизнес создает умных помощников голосовых ассистентов которым можно задать вопрос или попросить открыть приложение на самом деле сейчас они не очень умные иногда они отвечают нескладно и не всегда понимают чего хочет пользователь тем не менее чем больше информации в них загружается тем активнее они учатся это называется машинное обучение банки россии давно обзавелись сильными айти командами которые в своей работе в том числе используют технологии искусственного интеллекта и разрабатывают голосовых помощников эти голосовые помощники например знают все о финансовых продуктах банка могут отвечать в чате или на звонке таким образом клиент экономит время не дожидаясь ответа оператора умные помощники также защищают клиентов банк например можно перевести на голосового помощника все звонки от мошенников они будут общаться с искусственным интеллектом который никогда не выдаст персональные данные также с ассистентом можно просто общаться в чате они умеют шутить подбирают разные виды приветствий для одного и того же клиента и расстраиваются даже если им предпочитают оператора в будущем может появиться независимый голосовой советник который будет анализировать продукты разных банков и предлагать своему пользователю наиболее подходящую финансовую стратегию этот советник может появиться на платформе cb или являться продуктом отдельного стартапа также умная система поможет достигнуть определенных жизненных целей и сформировать грамотное финансовое поведение которое будет соответствовать этой стратегии например заложить затраты на образование медицину спорт и инвестиции еще ассистенты активно учатся распознавать клиентов по голосу поэтому скоро их вообще невозможно будет обмануть а доля ошибок в ответах искусственного интеллекта в банковской системе уже составляет всего один процент в условиях к вида развитая финансовая система позволяет полноценно жить не выходя из дома заказать еду оформить подписку в онлайн кинотеатре изучать data science оплатить подарок другу на другой конец страны или оформить государственные выплаты без подачи документов все это плотно вошло в нашу жизнь превратилась в привычку и сделала наш быт комфортнее а